Всем привет, меня зовут Катя, я заканчиваю 9 класс моего 18 лицея, и сегодня я хотела бы с вами поговорить о плюсах и минусах дистанционного обучения. Главный плюс для меня это то, что можно заниматься в принципе в любое для тебя удобное время, нету каких-то ограничений, звонков, вот, ты можешь проснуться в 12 часов, можешь проснуться в 9, начать выполнять домашние задания и никуда не спешить. Вот, второй плюс это, конечно же, то, что сейчас множество платформ открыли бесплатный доступ к новым каким-то курсам, очень интересным, в том числе и ЦРОД. И появились большие возможности изучать то, что тебе интересно действительно, плюс ещё и свободное время, вот, так что не теряйте время зря. Ещё из главных плюсов, наверное, то, что тебя просто не могут вызвать к доске, тебе не нужно волноваться, ведь когда даже спрашивают по видеозвонку, в домашней обстановке как-то легче спокойнее отвечать, и вероятность того, что ты получишь высокую оценку гораздо выше. Ещё из плюсов это доступность, конечно же, именно общение с учителем, наверное, ты можешь написать в любое время ему, спросить, что тебе непонятно, и он гарантированно тебе ответит, объяснит новую тему или что-то детально объяснит. А что насчёт минусов? Это, конечно же, то, что информация дома усваивается иногда хуже, чем в школе, ведь дома мы очень часто ленимся, что-то недоделываем, недочитываем, мы можем что-то не понять, спросить, нам объяснят 10 раз, а мы всё равно не поймём так, как если бы нам это объясняли в школе. Это всё из-за того, что отсутствует, мне кажется, физический какой-то контакт с учителями, с одноклассниками. Вот, кстати, насчёт одноклассников ещё один огромный минус дистанционного обучения — это то, что мы не видимся со своими друзьями, не разговариваем на переменах. Я очень надеюсь, что скоро это всё закончится, и мы вернёмся в привычную обстановку, в школу. Я очень соскучилась. Хоть и многие из нас говорят, что вот, школа, как хорошо, когда лето, но всё равно сейчас я уверена, что многие соскучились по школе и хотят туда вернуться, я в том числе. Вот, поэтому будем надеяться, что скоро всё встанет на свои места.